Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Астроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией. Вы можете есть эти 15 продуктов столько, сколько хотите, и не набирать вес. Знаете ли вы, что даже самые прилежные наблюдатели веса могут есть определенные продукты без каких-либо ограничений? Другими словами, есть продукты с низким содержанием калорий, но они наполнены высоким содержанием волокон, что в свою очередь не заставляет вас набирать лишние килограммы. В этой статье представлен список из 15 таких продуктов. Излишне говорить, что вам все равно нужно придерживаться хорошо сбалансированной диеты, включая широкий ассортимент продуктов питания. Попкорн. Обычный попкорн без сахара или масла можно есть без ограничений. Он содержит очень низкое количество калорий. Порция попкорна содержит всего 31 килокалорию. Баклажаны. Порция баклажана, запеченного или жареного без масла, содержит всего лишь 24 килокалории. Следовательно, вы можете побаловать себя этим вкусным овощем без ограничений. Сельдерей. Знаете ли вы, что стебель сельдерея составляет 95% воды? Это означает, что их мочегонные свойства помогают детоксифицировать организм и стимулировать естественную и здоровую потерю веса. Водоросли. Водоросли, такие как ламинария, заполнены йодом, который поддерживает правильную функцию щитовидной железы. Таким образом, они удерживают гормоны в нормальном диапазоне и не позволяют вам набирать вес. Дыня и арбуз. Кусочек дыни или арбуза содержит всего 60-70 килокалорий, а это значит, что вы можете есть их весь день без страха. Эти плоды насыщают и помогают вымывать лишнюю жидкость из организма одновременно. Апельсины, грейпфруты и мандарины. В то время, как высокий прием фруктов не рекомендуется тем, кто пытается сбросить вес, цитрусовые являются исключением. Они наполнены витамином С, клетчаткой и флавоноидами, могут улучшить пищеварение и повысить здоровье печени. Помимо этих преимуществ, цитрусовые также довольно насыщают. Огурец. Огурец – это 96% воды, что делает его неизбежным выбором для тех, кто пытается сбросить вес. Таким образом, он борется с отеком и помогает вам становиться стройнее. Свекла. Средняя часть свеклы содержит всего 40 килокалорий. Этот овощ содержит множество питательных веществ, таких как марганец. Благодаря своему устойчивому питательному профилю и различным терапевтическим свойствам, он помогает регулировать уровень сахара в крови, управлять мышцами и помогает сжигать жиры. Цукини. Средняя часть кабачков составляет 42 килокалории. Этот овощ повышает функцию кишечника, регулирует рацион соленой воды и его можно также использовать для снижения энергоемкости тяжелых блюд. Ананас. Этот вкусный плод может стать вашим лучшим союзником в битве с лишними килограммами. Его содержание бромелайна эффективно метаболизирует белки и разделяет жиры. Яблоки и сливы. Яблоко содержит около 50 килокалорий, а 100 грамм порции слив всего 45 килокалорий. Яблоки очень насыщают и улучшают пищеварение, в то время как сливы наполнены калием и витамином С, которые поддерживают сосуды и сердце здоровыми. Ягоды. Смородина, клюква, клубника. Смородина и клюква наполнены витамином С, а смородина также обладает мочегонными свойствами, что помогает вымыть лишнюю воду. Клубника довольно питательна и помогает поддерживать правильное пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Капуста, брокколи и цветная капуста. Средняя часть нарезанной кубиками капусты составляет всего 7 килокалорий. Вы должны не только есть капусту и цветную капусту, так как их питательные вещества конкурируют с йодом, но вы можете включить его несколько раз в неделю. Все эти овощи полезны, когда дело доходит до потери веса. Салат. Салат заполнен фолиевой кислотой, и его можно использовать без каких-либо ограничений, поскольку один лист салата содержит всего 3 килокалории. Яйца. Интересно, что яйца можно есть в любое время суток, не рискуя набрать вес. Излишне говорить, что вареные яйца намного лучше, чем жареные. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!